друзья всем привет меня зовут наталья носова и я отвечаю на ваши вопросы сегодня я отвечу на вопрос у мхадиджи расскажите пожалуйста слышать ли рыбы но действительно если мы с вами представим такую обычную стандартную рыбу и рассмотрим ее внимательно то вы не обнаружим у нее ушей как например млекопитающих животных нет ни ушных раковин ни ушных проходов и поэтому создается впечатление что у рыбы вообще нет органов слуха тогда возникает вопрос а могут ли они вообще слышать но на самом деле конечно органы слуха у рыбы есть просто они немного не такие как у нас с вами немного не такие как мы привыкли у них нет ни наружного уха не ушного прохода но при этом у них есть внутреннее ухо и внутреннее ухо в принципе устроена сходно с другими позвоночными она состоит из трех полукружных каналов которые друг другу расположены перпендикулярно эти каналы заполнены жидкостью и в этой жидкости находятся такие маленькие костное образование они имеют неправильную форму и соответственно они реагируют на звуковые колебания потому что мы с вами знаем что звук это волна да и вот через кости черепа звук проникает во внутреннее ухо атоциты колеблется и соответственно сигнал уходит в мозг и в общем-то рыба слышит очень и очень неплохо надо сказать что помимо основного органа слуха который мы с вами сейчас говорили есть еще дополнительный орган слуха это боковая линия если вы видели рыбу целиком наверное обратили внимание что у нее есть такая темная полосочка по боку который идет от жаберной крышки и до хвоста это как раз вот такой вот очень важный орган орган отвечающий в первую очередь за равновесие благодаря ему рыба ощущает колебания воды очень хорошо и это является дополнительно также органом слуха потому что внутри пор боковой линии располагаются волосовинные клетки которые также ощущают звук они ощущают низкочастотные звуки что помогает например рыбам хищным охотиться на какую-то добычу надо сказать что у разных видов рыб слух развит в разной степени и есть рыбы у которых внутреннее ухо связано специальной системой косточек с плавательным пузырем благодаря этому плавательный пузырь служит таким своеобразным резонатором усиливающим звук и поэтому эти рыбы обладают гораздо лучшим слухом чем например другие рыбы у которых такой системы нет называется эта система косточек веберов орган и например такая система есть у самов у карпов у многих других рыб например венковых вот и действительно усиливает очень сильно способность воспринимать звуки возникает вопрос слышать ли рыбы те звуки которые над водой то есть на самом деле звуков то очень много и если у рыбы хороший слух то непонятно вообще как рыбы не сходят с ума от постоянных каких-то шумов криков и так далее на самом деле очень хорошо гасит звуки границы воды и воздуха и она гасит примерно 90 процентов всех звуков вот соответственно звуки слышны хорошо те которые находятся под водой но не те которые выше уровня воды что в общем спасает рыб наверно в некоторой степени от такой страшной какофонии которая бы вокруг них создавалась но и надо сказать что рыбы они не только слышат звуки да они сами издают звуки у нас вся семья говорящая отец говорит мать говорит дед говорит и вот это вот известная поговорка нем как рыбы на самом деле она не отвечает истине потому что рыбы весьма говорливые существа и могут издавать массу разных звуков если мы с вами вспомним то вода поскольку это плотная среда гораздо лучше проводит звук чем воздух поэтому звук передается на большое расстояние практически без потери его силы и на основе этого явления даже можно например выслеживать какие-то косяки рыб то по звукам которые они издают возникает вопрос а как они это делают голосовых связок то у них нет как у нас да как же они могут разговаривать они издают звуки разными способами они могут скрежетать зубами они могут хлопать жаберными щелями они могут тереть друг об друга жаберными пластинками и самые громкие звуки издают рыбы при помощи плавательного пузыря они могут выпускать воздух из плавательного пузыря и при этом получается очень очень громкий звук то есть на самом деле конечно рыбы совсем не немы они слышат и воспринимают звуки и кстати говоря самыми говорливыми они становятся в брачный период. В Калифорнийском заливе живет рыба, она относится к семейству Горбылевых, которая становится особенно разговорчива в брачный период и издает самые громкие среди всех рыб известных звуки. Она издает звуки силой 150 дБ. Можете себе представить, это примерно как взлет самолета. Как ей это удается? Ну, во-первых, надо сказать, что звуки эти издают только самцы для привлечения партнеров, соответственно, противоположного пола. И издает она как раз при помощи плавательного пузыря. Выпуская воздух из плавательного пузыря, она издает такое очень громкое стрекотание, которое слышно на большие расстояния. И которое, кстати говоря, этот звук настолько мощный, что может нанести урон, например, слух у дельфинов или каких-то других водных животных, которые случайным образом оказались поблизости. Ну что ж, друзья, как вы видите, рыбы удивительно создания. И чем больше мы о них узнаем, тем больше приходится нам удивляться. Одни из них меняют пол, кстати, об этом мы рассказывали в одном из своих видео. Другие меняют окраску, третьи издают очень громкие звуки. Ну а что вам еще хочется узнать о рыбах или о каких-то других животных? Пишите в комментариях, мы с удовольствием постараемся ответить на ваши вопросы. Пишите, попробуем разобраться вместе. И не забывайте приходить к нам в музей. Мы всегда очень рады вас видеть. А если вы не можете вдруг к нам прийти, то воспользуйтесь возможностью участвовать в наших зум-занятиях. Там очень много всего интересного для любого возраста. Всем пока!